Ученикам 71-й школы необходимо сопоставить флаг страны с созданием посольства и его местоположением на карте Самары. Таково одно из заданий исторического квеста Куйбышев 41-45. Классный руководитель и учитель истории Марина Бачкова в своих подопечных уверена, все они любят изучать историю. К этому дню они специально провели несколько дополнительных занятий, чтобы показать хороший результат. Вообще идея прекрасная, мы не первый год участвуем, конечно, команды разные всегда набираем. Но детям очень нравится, то есть это окунуться в историю своей страны и города, прекрасно вообще, вообще очень нравится. Всего в историческом квесте в Кировском районе участвовали 8 команд, их определили по результатам онлайн-викторины. Для них в Центре детского творчества «Металлург» подготовили 8 станций. Задания самые разнообразные и творческие, и интеллектуальные. Нужно и правильно ответить на вопросы о времени, когда Куйбышев был запасной столицей, и передать сообщения с помощью азбуки Морзе и слепить боевую машину из пластилина, а также показать умение ориентироваться на городской карте. Все задания подготовили специалисты учреждения. Они уже четвертый год в очном формате проводят этот городской исторический квест, посвященный параду памяти. И каждый раз стараются удивить школьников. Будет дружеская, интересная атмосфера. Здесь наши ведущие, они всегда стараются раскрепостить ребят, чтобы было интересно, чтобы они не боялись. И не просто задавать вопросы, а дают полезную информацию, которая в любом случае у них останется. Стараемся всегда проводить мероприятия в осенние каникулы, тем самым возможность ребят прийти к нам, возможность есть подготовиться. Такие же квесты прошли и в других районах города. В квесте участвуют ученики седьмых-девятых классов. От каждого района будет определена лучшая команда, которая выступит на городском финальном этапе. В этом году он пройдет 6 ноября в формате интеллектуального шоу «Своя игра». Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.